Теракты в Брюсселе Теракты в Брюсселе Теракты в Брюсселе Теракты в Брюсселе К примеру, район Брюсселя, Моленбек, где проживают выходцы из арабских стран, по сути, изолированы от бельгийского общества. Многие из них безработные или находятся за чертой бедности. Как отмечают эксперты, такая среда идеальна для распространения экстремистских идей среди местной молодежи. За последние 4 года Бельгию покинуло около 500 граждан, которые примкнули к террористическим организациям в Ираке и в Сирии. Во многом вина лежит на бельгийских властях, которые бездействовали долгое время. Вот что пишет Адам Носитер. Эту страну с населением чуть более 11 миллионов все чаще высмеивают, называя самым богатым в мире несостоявшимся государством. В Бельгии действуют террористические сети, которые уже давно укоренились в стране. Правительство ослабло из-за противоречий между регионами, которые говорят на разных языках – французском, нидерландском и немецком. В бельгийских спецслужбах царит хронический беспорядок, поэтому они не в состоянии справиться с ситуацией. Американский писатель и публицист Давид Игнатиус придерживает сомнения, что теракты в Брюсселе – это не только провал бельгийских спецслужб, но и спецслужб других стран Европейского Союза. Об этом он пишет в статье «Теракты в Брюсселе. Следствие провального подхода к обеспечению безопасности в Европе», опубликованной другим американским изданием «The Washington Post» 22 марта. По мнению автора, сам принцип работы европейских спецслужб делает их неспособными предотвращать теракты. Давид Игнатиус более 25 лет писал о Ближнем Востоке. Он автор нескольких книг о Центральном разведывательном управлении Соединенных Штатов. Он подчеркивает слабость европейских спецслужб в плохом взаимодействии. Эксперты утверждают, что у Британии и Франции сильная шпионская сеть. Немецкие спецслужбы отличаются высоким уровнем профессионализма, но работают слишком осторожно. Все остальные спецслужбы довольно слабые. Кроме того, в Европе нет единой шпионской сети. А американцы и европейцы иногда действуют так, будто бы они в разных командах. Это и привело к терактам в Брюсселе. Американское деловое издание The Wall Street Journal вчера опубликовало статью от Сирии к Брюсселю и распространение терроризма происходит от неспособности уничтожить исламское государство. В ней говорится, что теракты в Брюсселе – следствие неправильной ближневосточной политики Запада. Теракты в Брюсселе, как и ранее теракты в Париже и Сан-Бернарди, наследствие провальной внешней политики Запада в Сирии. Террористы исламского государства, которое западные правительства изначально игнорировали, а сейчас заявляют, что оно разваливается, совершают на Западе теракты один за другим. Создается впечатление, что Европа намерена рассматривать это как проблему спецслужб или как что угодно, но только не как сигнал для усиления военных мер в Сирии. Многие мировые медиа рассуждают, как изменится Европа и, в частности, Бельгия после произошедших терактов. Так, журналист бельгийского издания La Libre Belgique Жан-Клод Маджен пишет, что многие бельгийцы ранее считали свою страну гаванью спокойствия и слишком легкомысленно относились к происходящим в мире событиям. Вот что он пишет. Конфликты казались нам, бельгийцам, далекими. Катастрофы, войны, все это касалось других людей. Но сейчас война у нашего порога. Мы попали в другой мир. Это мир, в котором живут уже миллионы других мужчин и женщин, и которому мы не хотели смотреть прямо в лицо. О безменениях в Европе после терактов в Брюсселе пишет аналитический центр Stratfor в статье «Теракты в Брюсселе разрушают Европейский Союз», запубликованный 22 марта. По мнению аналитиков центра, вчерашние события в Бельгии могут, во-первых, способствовать объединению Европы в борьбе против ИГИЛ, во-вторых, могут спровоцировать антимусульманские настроения в Европе и возобновить требования стран ЕС не предоставлять Турции безвизовый режим, что является ключевым условием Анкары в решении кризиса беженцев. И, в-третьих, праворадикальные движения в Европе могут спекулировать антимусульманскими настроениями для популяризации своих идей. Для борьбы с терроризмом очень важно усилить сотрудничество между правоохранительными органами стран-членов Европейского Союза. Одним лишь сочувствием бельгийской трагедии проблему не решить. Об этом пишет корреспондент итальянской газеты «Эль Солио в антикватро Оре» Адриана Черетели в статье от 23 марта «Сочувствия недостаточно» называется эта статья. Растущую террористическую угрозу автор называет гражданской войной, так как сами террористы, по сути, являются гражданами европейских стран. Чтобы на европейском уровне остановить эту гражданскую войну для целей, которой умело используется отсутствие границ внутри Европы, чтобы предотвращать и подавлять теракты, необходимо срочно создать банк данных и обеспечить систематический обмен информацией между правоохранительными органами в знак взаимного доверия. А это взаимодоверие еще предстоит создать. Итальянский политик и журналист Антонио Полито, автор статьи от 22 марта, под названием «Всему виной нерешительность стран Европы» для ведущей национальной ежедневной газеты «Курьера де ла Сера», предлагает национальным правительствам передать часть своих полномочий в сфере юстиции и внутренних дел Евросоюзу. Возможно, наилучшим решением станет создание единой полиции в Европе. Соединенные Штаты изобрели ФБР и ЦРУ, когда шерифы были не в состоянии преследовать преступников в других штатах. Также и нам нужна федеральная полиция Европы со сверхнациональными полномочиями и едиными методами ведения следствия, а также единое законодательство, например, в вопросе прослушки. Но вернемся к статье «Сочувствие недостаточно Адрианы Черетели». Автор считает, что только содействие интеграции мигрантов в европейское общество страны-члены ЕС могут предотвратить террористические атаки в будущем. Ведь именно мусульманское гетто в европейских городах, таких как, например, Брюссель, часто являются рассадниками радикализации и терроризма. Только диалог на равных даст Европе шанс на другое полное возможности и будущее. Примирение и интеграция – это долгосрочные цели. Но нужно действовать уже сейчас, чтобы достичь их послезавтра. В противном случае европейское общество должно смириться с необходимостью терпеть кампанию терроризма. Важную роль в противостоянии терроризму играют средства массовой информации. Журналист Саймон Дженкин в статье «Наш ответ на взрывы в Брюсселе требует терпения и сдержанности» для английского издания «The Guardian» пишет, что медиа в громких заголовках с призывами к мести только подливают масло в огонь. Автор отмечает, цель терроризма – не просто убивать и разрушать, но и придать своим действиям широкую огласку. Поэтому пресса должна освещать события, информировать, а не сходить с ума, упиваясь насилием. Редактор субтитров А.Семкин